Эфир канала ННТ продолжит новости Дагестана. В студии была Ахмедова. Здравствуйте! И вот о чем сегодня расскажем вам я и мои коллеги. Обмен опытом и сотрудничеством. В Махачкале стартовал фестиваль педагогического мастерства «Порт Петровские уроки». Сам угнал и сам вызвался помочь полиции. О забавном случае с кражей автомобиля, который произошел в Хасальюрте, расскажем в выпуске. Проблемы с водоснабжением города Буйнакска могут быть решены уже ближайшей осенью. Подробности в сюжете наших корреспондентов. Протянем руку помощи. Телеканал ННТ и фонд «Инсан» продолжают рассказывать о тяжелобольных детях, которым нужна помощь. В Махачкале стартовал фестиваль педагогического мастерства «Порт Петровские уроки». Проходит он в столице Дагестана вот уже второй раз. В этом году главными гостями форума станут педагоги и воспитатели из Луганска и Донецка. Подробности у Патимат Ханаповой. Как повысить качество образования, преподавать в игровой форме, применять современные технологии в педагогике? Все это обсуждается здесь, на специальных площадках. А самое главное в современных реалиях – это обмена опытом. Очень приятно, что наши новые субъекты Российской Федерации, они приобщаются все быстрее и быстрее в нашу единую обществу. Бывший Советский Союз, мы были едины лидерами страны. И очень приятно, что Луганск, Донецк, Запорожье и Персон вернулись, как Патин сказал, в свою родную игровую. Здесь у нас есть преподаватели, которые и ближе к линии разграничения, и те, которые в центре находятся. Но все они работают в одном русском. Мы входим в единое образовательное пространство Российской Федерации. Мы очень рады, что нас пригласили в рамках кода педагога-наставника. Данный фестиваль «Порт-петровские уроки» действительно дает нам возможность показать своих педагогов. Хоть мы работаем в субстанционном формате, но у нас есть, что показать детям. И взять что-то от вас. Мастер-классы и открытые уроки. Педагоги из разных субъектов страны будут делиться опытом многообразий форматов. Помимо образовательного обмена, на фестивале возможен и культурный. Узнать о народных промыслах и знаменитых мастерах Дагестана гости могли на воркшопах. Трости, вазы, декоративные блюда и магнитики – и все в этно-стиле. Шамиль Нурмагомедов из Унцукульского района показывает участникам фестиваля, как с помощью тончайшей серебряной насечки выводить оригинальный самобытный орнамент на дереве. Здесь тоже можете посмотреть. Идут магниты в этно-стиле. Вот горец, ахульго, замовный орнамент. Ну, в первую очередь, человек должен любить свою родину. Ну, а ювелирные изделия, которые создаются руками кубачинских умельцев, отличаются изумительным качеством. Считается, что мастера не раскрывают всех тайн, но на форуме они готовы поделиться своими знаниями. Да, я работаю в школе с уголенным изучением основ кубачинского искусства. В нашей школе проходит обучение детей с первого класса. То есть мы представили все вот эти изделия экзаменационных работ школьников одиннадцатого класса. Следовательно, после проверки этой работы нашими преподавателями получают сертификат по званию ювелира. Форум продлится до 30 апреля. Программа будет обширная. В рамках фестиваля педагогического мастерства также будет заключено соглашение о сотрудничестве между Махачкалой, Донецком и Луганском. Полагаем, что в перспективе будем сотрудничать именно в вопросах воспитания, в вопросах практики образовательной. Будем обмениваться, будем посещать взаимно друг друга. И считаем, что это только обогатит и только крепит наши образовательные связи. Патемат Ханапова, Магамед Магамедов, Новости ННТ, Махачкала. Сам угнал и сам вызвался помочь. 46-летний житель Хасавьюрта обратился в полицию с заявлением о пропаже автомобиля. В ходе расследования сотрудникам полиции предложил свою помощь местный житель, сосед заявителя, который подсказал про камеры видеонаблюдения на улице. Увиденное на записи полицейских слегка шокировало. Угощиком оказался их добровольный помощник. Выяснилось, что мужчина в тот день находился в состоянии алкогольного опьянения и забыл, что уехал за рулем машины соседа. Проблемы с водоснабжением первой столицы Дагестана могут быть решены уже ближайшей осенью. Во всяком случае, прокладка водопровода Черкей-Буйнахск идет ударными темпами. Смогли в этом убедиться и представители дагестанских СМИ в ходе организованного местными властями пресс-тура. Продолжение темы – сюжет Карима Гамаева. По обе стороны от меня то, чего так долго ждали все жители Буйнакска. Новый водопровод протяженностью более 32 километров. Работы должны быть завершены уже в ноябре. И что самое главное, по заверениям специалистов, этим трубам никакие врезки не страшны. Новый водовод строится по федеральной программе «Чистая вода». Все предыдущие годы город страдал от нехватки воды именно по причине сторонних и незаконных врезок по пути водной магистрали. Они зачастую были причиной многочисленных аварий. На самом деле труба, которая не имеет аналогов, это труба очень высокопрочная металла, чугуна, которая во всем мире, она как основная, у которой нет альтернативы. Как нам поставщик и производитель нам дают гарантию 100 лет. Мы идем с опережением графика. Ноябрь у нас, в принципе, по срокам мы должны завершить его в ноябре. Но если достаточно и погода, и все остальное, мы, я думаю, может быть и раньше, даже не может быть, а скорее всего раньше мы его издадим. Но, конечно же, благодарность, благодарность тем людям, кто на самом деле бросил свои семьи, дела, приехал и строил для города этот объект. Большая им благодарность. Плотное взаимодействие субподрядчиков и муниципалитета. Благодаря этому работа идет без каких-либо проблем и полностью соответствуя указанным срокам. Мы проводим на данном объекте субподрядные работы. Участок, выделенный нам, длиной 16 километров. Были проблемы с доставкой труб и комплектующих, но этот вопрос уже исчерпан. Материал с запасом даже хватает нам. Генподрядная организация «Аумаса» отряд тоже всячески, чем может, постоянно помогает. С выполнением работы на данный момент, на сегодняшний день, уже никаких проблем у нас нет. Работы ведутся в соответствии с календарным графиком. В завершении пресс-тура журналистов пригласили в открывшийся в прошлом году новый городской парк. Конечно, как вы заметили, это так и называется этот парк, городской сад. Поэтому здесь всегда люди долго ждали, лет 30 ничего здесь не было. Мы сделали парк, конечно, массово люди выходят. Вы сами заметили, сегодня тоже очень много людей. Много детей и молодежи, различные как спортивные, так и развлекательные площадки. О том, насколько такая зона активного отдыха была нужна, говорят сами жители. Ну да, люди здесь отдыхают, проводят время, нормально все. На самом деле парк – это очень хорошее место, чтобы проводить больше времени, гулять. А то люди все уже по домам сидят. А когда парк открыли, уже как-то хочется там выйти, прогуляться. Нельзя не отметить, что в процессе преобразования города очень важен и комплексный подход. Руководство это понимает и намерено после укладки нового водовода уже перейти на реставрацию городской системы водоснабжения. Так что впереди еще много работы. Карим Гамаев, Саид Шагидов, Новости ННТ, Буйнакск. В городах и районах республики прошла акция «Сладкая неделя», организованная благотворительным фондом «Инсан». Она охватила детей с ограниченными возможностями. Волонтеры доставляли по домам подарочные коробочки с любимыми детскими лакомствами. Акция была приурочена к празднику Ураза-Байрам. Всего подарки получили 3000 детей. А итоговое торжественное мероприятие состоялось в Доме дружбы. Если мы все будем относиться друг к другу по-доброму, то место для зла не останется между нами. Вообще, желательно, чтобы у каждого человека было доброе сердце. Добрые сердца – это сады. Добрые мысли – это корни. Добрые слова – это цветы. Добрые дела – это фрукты. Давайте оберегать наш общий сад от сорняков, чтобы мы заполнили его светом добрых дел и добрых деяний. Мне очень понравилось мероприятие, было очень интересно. Мне безумно понравилось, как здесь все было очень хорошо. Подарок мне тоже очень понравилось. Спасибо большое. Было хорошо, интересно. Смотность покупать не надо. Спасибо за мероприятие. Протянем руку помощи. Телеканал ННТ и фонд Инсан продолжают рассказывать о тяжело больных детях, которым нужна помощь. Для того, чтобы принять участие в благотворительной акции, достаточно будет перечислить любую сумму, перейдя по QR-коду, который вы увидите на ваших экранах, или через мобильное приложение фонда. На прошлой неделе мы помогли Софии с диагнозом ДЦП, собрав более 280 тысяч рублей на курс сеансов восстановительной терапии. Сегодня в нашей с вами поддержке нуждается пятилетний Саид. Слово Лориане Шамхалаевой. Пойдем, подещу. Вот так. Пойдешь, мама? Он не может даже стоять. Но рядом мама, которая всегда поддержит. И, чувствуя ее большую любовь, Саид, прилагая огромные усилия, наконец сдвигает с места свою маленькую ножку. Пять лет назад ничего не предвещало появление на свет ребенка с тяжелым недугом, вспоминает Айшат. Беременность протекала легко, но малыш родился раньше срока. Родился недоношенный. На 32-й неделе произошло кровоизлияние. Заметили не сразу, чем на 4-5 месяцев. Заметили, что ребенок отстает. Обратились. Ну, сразу поставили диагноз. В Москве подтвердили. У моего ребенка ДЦП, детский церебральный паралич. И сопутствующий запор. Задержка психического развития, ну, речи нет. Чтобы хоть как-то улучшить состояние мальчика, мама вынуждена буквально каждые два месяца постоянно посещать клинику. Год нужно 4-5 реабилитации. Мы просто не можем столько сами потянуть, потому что это большие расходы. Это еще на проживание, на какие-то препараты, плюс реабилитации. Реабилитации дорогие. Сами мы не можем потянуть. Хотя у меня муж работает тоже с утра до вечера, он подрабатывает на такси. Ну, не получается столько заработать, сколько на него мы тратим. Но если мы не будем делать эти реабилитации, не то, что не будет прогресса, будет хуже становиться ребенку. У него будут и спастика расти, и искривление костей. Курс реабилитации стоит недешево – 254 450 рублей. Однако такое лечение дает положительные результаты. Современные подходы специалистов, включающие сенсорную интеграцию, помогают малышу с ДЦП стать самым обыкновенным ребенком. Он после реабилитации, он у меня уже пытается стоять у опоры, он ползает на четвереньках, он сидит самостоятельно, чего у нас не было к 3 годам. У нас не было ничего, этого не было. Понимание у нас лучшее. Много что умеет ребенок. Хоть не умеет разговаривать, он умеет и цвета различать, и животных. Ой, белый цвет, умница. Желание, как у всех мам, чтобы он стал здоровым, чтобы хотя бы максимально мы могли выжить с этого диагноза. Максимально. Конечно, может быть, мы здорового ребенка его на ноги не поставим, но хотя бы максимально нужно выжить. Давайте объединимся и поможем в сборе необходимых средств на лечение этого милого малыша. Для этого нужно просто перейти по QR-коду на вашем экране и подтвердить пожертвование. У каждого из нас есть прекрасная возможность успеть сделать доброе сегодня. Ведь завтра может быть уже поздно. Лориана Шамхалаева, Саид Шагидов, новости ННТ Махачкала. И к новостям спорта. Дагестанские тяжелоатлеты выиграли пять медалей на старте чемпионата СКФО. Соревнования проходят в городе Тернааус, Габардино-Балкарской республики. В первый день на помост вышли штангисты в двух весовых категориях до 55 и до 61 килограмм. Веся до 55 килограмм свой класс подтвердил лидер сборной, чемпион страны Исмаил Гаджибеков. А в категории до 61 килограмма впервые медаль в высшие пробы завоевал 16-летний Гувайсар Билли. Еще двое наших штангистов отметились бронзовыми медалями. Это Ислам Абакаров и Ибрагим Гаджимурадов. Также одна победа у сборной Дагестана добыта на первенстве среди юниоров. Золото у Ислама Ясакова. Первенство округа продлится еще два дня. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok